И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine. Друзья, в сегодняшней серии мы с вами рассмотрим два мода от наших подписчиков. Довольно-таки интересные моды, я так посмотрел, знаете, почекал солнечную систему. Ну, давайте, короче говоря, рассмотрим первый мод, мод от Арсения Касьянова. Все ссылочки на ребят я оставлю в описании. Если захотите почекать данные моды, пожалуйста, ребята, обращайтесь к ним. Итак, давайте посмотрим первый мод. Первый мод у нас будет посвящен, что будет, наверное, как правильно сказать, как будет выглядеть солнечная система через этак миллиардов пять лет. Смотрите, короче говоря, вот это, насколько ты видишь, это солнце, да, и это белый карлик. Так, давайте посмотрим браузер системы. Немножко, конечно, с названиями здесь у нас, Арсений, немножко как бы вот здесь вот название. Я так понимаю, это Меркурий, и с названием он здесь что-то не доделал. Ну, ладно, не суть, но то, как сделала вся солнечная система будущая, это, конечно, впечатляюще. И мы будем сейчас порассматривать, и у меня будет пару вопросов, конечно. Смотрите, солнце, значит, у нас есть Меркурий, теплая морская субтера с жизнью. Давайте сейчас мы перелетим и посмотрим. Вот такой вот Меркурий, посмотри. На нем даже, по-моему, есть, нет, на нем нет воды, что это такое, непонятно, хотя, возможно, это вода. Так, состав H2O, да, вода есть, натрий, хлорид, углекислый газ, кислорода у нас здесь нету. Поэтому земляне, наверное, не смогли каким-то чудом, если солнце становилось вообще, сразу угасало в белый карлик, земляне, я думаю, не смогли сюда переселиться, создать жизнь. И я смотрю, у Меркурия есть кольца. Интересно, каким образом они здесь появились. Ладно, не суть. Венера, давайте посмотрим Венера. Венера у нас умеренная морская терра с жизнью. Так, здесь есть кислород, достаточно здорово. Слушай, у Венеры, по-моему, тоже просматриваются кольца. Что самое интересное, у Венеры есть вот такой спутник теплый. Это Гермес. На нем также есть азот, вода, углекислый газ. Давайте сейчас перелетим. Так, вопрос, вопрос. Как он здесь оказался? Ну, мои факты таковы, что, возможно, какие-то астероиды, не знаю, блин, через несколько миллиардов лет прилетели в нашу Солнечную систему, начали сталкиваться между собой, между, возможно, планетами и, возможно, даже какой-то крупный астероид. Либо, если так в какую-то, не знаю, версию верить, возможно, заблудшая планета столкнулась с Венерой, с той же самой, да, ну, типа как образование Луны вокруг нашей Земли. То есть, когда планета Тея столкнулась с Землей, образовалась Луна. Да, вот, возможно, то же самое образовалась рядом с Венерой. Прошло несколько миллиардов лет. Венера у нас стала теплым раем. А вокруг Венеры образовалась вот такая Луна под названием Гермес. Хотя, это даже не Луна, это планета. Так, ладно, хорошо, в этом не суть, как бы. Давайте посмотрим дальше, что у нас там. Что у нас дальше? Самое интересное, Земля. Вот мне понравилось, как сделана Земля. Здорово, да? То есть, через несколько миллиардов лет, насколько мы знаем, когда наше Солнце угаснет, наша Земля вообще полностью станет нежизнеспособной. Здорово сделано здесь, знаешь, что выглядят материки. Вот я... Давайте перемотаем, наверное, время, запустим его. И мы сейчас видим родные материки, но только полностью они у нас высушены. Наверное, даже можно еще перемотать. Я тут видел где-то Африку, по-моему. Вот, по-моему, Африка, материк Африки. И он полностью весь сухой. Ну, давай, наверное, тогда сейчас мы опустимся на поверхность. Да, это полностью высушенная, блин, Земля. По идее, она должна быть у нас полностью замерзшей. Как бы здесь не должно быть у нас атмосферы. Но атмосфера у нас, видимо, какая-то из углекислого газа. Я не знаю, что это такое осталось. Так, я еще обратил внимание, что Солнце это у нас... Подожди, двойная звезда. Я только что видел где-то еще звезду. Вот здесь маленькую, тусклую. Подожди. Вот. Что это? Подожди, стой. А, это Юпитер, красный карлик. Вау, нифига себе. Так, ладно. Давайте переместимся на Марс. Давайте переместимся на Марс. Что у нас? У нас Фобос и Деймос также и остались. Прохладными астероидами. Хотя, вообще, многие ученые говорят, что через несколько миллионов лет Фобос и Деймос начнут сближаться все ближе к Марсу и упадут просто на поверхность. Но, я смотрю, Илону Маску все-таки, наверное, удалось стераформировать Марс. Там есть жизнь, там есть... Да, там есть вода. Ну, в общем, все, что нужно, как говорится, для жизни. Давайте сейчас прям-таки опустимся на поверхность. Да, здорово. Здесь есть хорошая такая атмосфера, я смотрю. Кислород. Но, по-моему, здесь Марс все так же остался высушенным. Хотя, по идее, за много миллионов, миллиардов лет, если, опять же, верить ученым, терраформирование на Марсе должно пройти благоприятно. И здесь должна появиться зелень. Но здесь все так же пусто. Ну, хотя бы, я смотрю, Марс уже не кажется нам красной планетой, да. Нету всей той окиси железа. Так, ладно. Давайте вернемся назад. Вот, прежде чем, наверное, отправиться к следующим планетам, мне интересен тот факт, как у нас выжил Меркурий, Венера... Ну, Земля, понятно, ладно. Потому что, насколько мне известно, как звезда может стать белым карликом. Ну, вообще, конечно, это все заканчивается превращением водорода в гелий. То есть, звезда, ее термоядерное топливо. Звезда начинает расширяться, становясь красным гигантом. И вообще, если Солнце наше превратится в красный гигант, то она поглотит, конечно же, Меркурий и Венеру. Насколько мы знаем, что ее орбита дойдет до Земли. Возможно, даже и поглотит Землю. Ну, ладно, суть не том. Но звезда в дальнейшем сбрасывает свою внешнюю оболочку, формируя планетарную туманность, а бывшее ядро звезды становится белым карликом, состоящим из углерода и кислорода. Вот. Возможно, возможно, звезда просто, наше Солнце, не стала красным гигантом по каким-то причинам и просто превратилась в белый карлик. Ну, ладно. Тоже достаточно интересно. Цереру я не буду даже рассматривать. Давайте посмотрим Юпитер. Вот Юпитер у нас стал красным карликом. Довольно-таки, я скажу, интересно, да. Но давайте зададимся вопросом, может ли Юпитер стать звездой? Увы, нет. Расчеты ученых показали, что звезду зажечь не удастся. Если бы на Юпитере действительно началась термоядерная реакция, он бы просто взорвался. Эта планета, всего лишь скажу так, что она может стать светилом только в том случае, если при прежнем его радиусе ее масса станет больше нынешней в 47 раз. Но так можно рассмотреть мод, представить. Все равно это как бы очень интересно. Так, давайте посмотрим Сатурн. Давайте посмотрим Сатурн. А, вот, кстати, подожди. Стой, стой, давай-ка вернемся сейчас к Юпитеру. Я смотрю, что у Юпитера нет ни одной Луны. То есть, все его известные самые спутники и малые спутники. Спутники Ио, Европа, Калиста, Ганимета, они, по-моему, полностью вообще тогда, получается, впали, наверное, на поверхность Юпитера. Да, ни одного спутника здесь не осталось. Так, давайте вернемся к Сатурну. Сатурн. Что у нас по Сатурну? Сатурн у нас в диаметре, я смотрю, по-моему, он не изменился, но он стал каким-то более овальным. Я не знаю, что с ним случилось. Какие силы воздействуют на него? Он просто растянут. Возможно, из-за того, что Юпитер стал звездой. Так, ура, Нептун. Ну, наверное, на эти планеты я не полечу, как бы. Там, по-моему, у нас ничего особо не изменилось. Так, давайте вернемся к Венере. Вернемся к Венере. Я хочу посмотреть, хочу опуститься на ее поверхность. Так, отлично. У нас здесь, я смотрю, присутствует растительность. Ну, если вот, конечно, вот эту всю зелень можно назвать растительностью. Да, это мох. Это мох. Так, наша звезда. А видно отсюда вторую звезду, Юпитер. Да, вот, пожалуйста. Кстати, вот та самая планета гипотетическая, как я вам говорил, да. Так, у нас планета Гермес. Давайте пролетим, наверное, над поверхностью, посмотрим. Подожди, я хочу увидеть воду ближе к воде. Вот здесь у нас, я смотрю, есть разломы, есть каньоны. Так, опускаемся. По-моему, я уже немного даже перелетел. Боже, где вода? А, вот вода. Чуть-чуть вот так вот ускоримся. И пролетим над поверхностью воды. Конечно, на такое все терраформирование, образование уйдут миллионы, даже миллиарды лет, я тебе скажу больше. Ну, так, ничем, в принципе, не примечательна. Венера, несмотря на то, что у нее есть спутник. И на ней есть жизнь. Так, давайте вернемся, наверное, к Меркурию сейчас. Да, интересно все-таки, что кольца появились вокруг Меркурия и появились вокруг Венеры. Так, а я не обратил внимания, подожди. У нас там Земля-Луна. Ага, Луна, по-моему, такая осталась умеренной безвоздушной мини-террой. Подожди, Луны 6, Лун? Почему я их не вижу? Как это странно. Так, ну, давай попробуем опуститься на поверхность Меркурия. Он вот такой безжизненный Меркурий, но с какой-то маленькой такой, неплотной даже, я бы сказал, атмосферой. Образование, да. Меркурий, кстати, намного так, смотрю, стал выглядеть интереснее. Все-таки он ожил, ожил, немного ожил, я скажу. Так, ну что ж, ладно. Вот примерно такой мод, ребятки. Довольно-таки, я скажу, интересный. Можно спорить по многим фактам, как образовалось все это. Ребят, приводите свои примеры, пишите в комментариях. Вот, ну, а мы будем с вами, ребятки, переходить ко второму моду. Ой, стой, подожди, 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 стой. Прежде чем перейти, я хочу посмотреть, что здесь... Что-то у нас светится на Меркурия. А, ну, возможно... Это, наверное, скорее всего, отблеск от Юпитера, да. Это отблеск... Да, вот. Вот он, наш маленький Юпитер, который стал красным карликом. Ну, примерно, хотя бы так можно представить, гипотетически, что будет с нашей Солнечной системой. Ну что ж, ладно, ребята, давайте переходим ко второму моду от еще одного нашего подписчика. Поехали. Так, ребятки, у нас второй мод, который мы с вами сейчас рассмотрим. Это еще один мод от моего подписчика Михаила Кондракова. Все ссылочки я также на парнишку оставлю в описании, если захотите вдруг поиграть с его модами. Так, значит, смотрите. Это у нас Солнечная система, которая выглядит, как выглядела, вернее, Солнечная система один миллиард лет назад. Смотрите, значит, у нас Солнце. Это у нас оранжевый карлик, число планет 3. Здесь Миша нам показал всего лишь 3 планеты, ближайшие к Солнцу. Ну, я думаю, да, этого достаточно. Венера. Давайте посмотрим на Венеру. Возможно, Венера когда-то, миллиард лет назад. Я вот в своих видео, в нескольких, можете посмотреть, уже показывал терраформированную Венеру, терраформированный Марс. И, кстати, у меня была серия, что-то наподобие этого, как выглядела Солнечная система 150 миллионов лет назад. Вот такая вот у нас Венера. Здесь у нас есть кислород, вода. Ну, в принципе, все, что нужно для жизни. Так, температура у нас 15 градусов по Цельсию. Парниковый эффект 30 градусов. Так, давайте посмотрим Землю. Ну, я так понимаю, Земля прохладная, пустынная терра. Это, скорее всего, да, она на пике как бы своего формирования, так скажем, Земля уже остыла. Здесь всего лишь углекислый газ. Но, по идее, по идее, здесь должны быть сейчас действующие пауканы. Так, у нас Луна. Посмотрим Луна. Расстояние 367 тысяч километров. То есть, Луна уже отдалилась. Это хорошо. Но здесь нету никакого намека на жизнь. Так, давай опустимся на поверхность. Да, вот такая вот полностью высушенная, прохладная, пустынная терра. Возможно, это тот самый у нас миг, когда вулканы все немножко стали затухать, прекращать свою деятельность. Так, давайте вернемся к Марсу. Кстати, я очень люблю Марс. Это моя самая любимая планета, блин. И я люблю ее терраформинг. Так, Марс. Здорово. Большие океаны, я смотрю. Так, здесь есть вода. Так, атмосферное давление, как на Земле. Светление в точности такое же. Ну, возможно, да. Возможно, когда-то на Марсе все-таки у нас протекала. Жизнь была, вода. Вот насчет Венеры я не скажу, не уверен. Скорее всего, на Венере никогда не было никакой жизни. Абсолютно. А вот на Марсе была жизнь, но она продлилась не очень-таки долго. И с этим связано много-много очень различных фактов, о которых можно спорить, наверное, бесконечно. Либо удар какого-то огромного астероида, либо потеря Марсом атмосферы с его маленького магнитного поля и больших вспышек на Солнце. Я не знаю. Можно спорить вечно, так как это делают ученые. Ну, Марс, в принципе, сделан таки... Сейчас, подожди, давай на поверхность опустимся. Так. Марс сделан, в принципе, правдоподобно. Но единственное, что здесь я не вижу... Да, это вот как бы все вот здесь размытое. Здесь нету ни травы, ничего. Это, конечно, очень плохо. Нету гор. Хотя, так, подожди. Смотри, как здорово просматривается отсюда у нас Венера и высушенная наша Земля. Ну, вот таких два интересных мода, ребятки. Жмите большой пальчик вверх. Обязательно подписывайтесь на канал. Жмите колокольчик, дабы не пропускать наши новые видео по Space Engine. Пишите, ребята, в комментариях, что вы думаете вообще о том, как будет наша Солнечная система выглядеть через несколько миллиардов лет. Пишите свои комментарии по поводу модов, ребят. Что вы о них думаете. Вот, ребята. В общем, наверное, на этом все. Наше путешествие закончилось. Помните, друзья, что космос и Вселенная бесконечны, и мы только начинаем свое путешествие в нем. Всем пока. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok